Так, запись пошла, это еще флажками меняется, инфи слева, китаец, лалает, кореец справа, вцг 2019, с вами хейлонжемайкер, здравствуйте, сейчас 12.12 по москве, турнир уже идет в течении больше 7 часов, большая часть, конечно, времени была потрачена на паузы рекламной ролики, но были классные игры, конечно, в частности, вот инфи с Хавком, рекомендуем. Да, пока только ему проиграл, Russian Hawk, класс, слушайте, я так хочу посмотреть на Хавка на сцене, даже выйдет такой, ух, помашет нам, коврик гудгеймовский развернет на стол, я же жал. Огромное количество людей вокруг Ла-Ла, это 4 человека, 4 человека, и никто не говорит по-корейски. Ой, какие болельщики, смотрите, уууу, класс, это праздник, это праздник, Russian Hawk, да, звучит очень круто, Russian Hawk. Ох! Надеюсь, так помашет, скидывает Рутони клипчик. Нет, нет, нет. Ох, хорошо-то как, бодрит, знаешь, потому что у меня скулы так же сводят. Сразу просыпаешься. Эншн Тайлос на Данайлос Амазоне играет, они до двух побед. Чатику отдельный привет, хорошо, что он выводится, и пеки увековечены, будут в записях. Вообще классно у нас и голд, и, пожалуйста, World Cyber Games 2019 год, рефоршит еще не вышел. Хавк, слева или справа? О, блин, слева написал правильно, а почему справа ты решил в конце поставить О? Ну, скажи, Гагакс. Ну, и после этого еще кота в смирительной рубашке. Понятно, что как-то в тебе уживаются эти два человека. Один адекватный, другой абсолютно неадекватный. Тест на внимательность, проснулся ли ты? Он гадал. Ну так, если ты не уверен, то, в принципе, 50% у тебя есть. А так, напишешь слево, справо, и все. Лево, право. Блин. Ах ты, ах ты, висячий ампи. Ах вы, вы меня с ума можете свести таким, ах? Ой, главное, а... Бесят как. Ампи, я тебя запомнил, я тебя запомнил. Понял? Собрались. Инфи против Лавлиета. Ну что, Варден... Не, ну карта не для Варденочки, на самом деле. Ну, то есть можно, но нет. Слишком маленькая. Может, они вернутся с этой мапой, или Инфи пойдет в 1-бейт, потому что это более сделано с боевыми оружиями. Сейчас мы не пойдем в экспансию. Мы видим Демонхантера. Нет специального раута из Лау Лайет. И я думаю, что это говорит о том, что это первая мапа, где Варден совершенно невозможно играть. Так, а мы вообще, Лау Лайетовские, сегодня игры смотрели только... С кем мы смотрели, помните? Что-то было, кажется, один матч мы видели. Мы видели Мирор, но маленький-маленький кусочек второй карты. И его против Хантера. И Лау Лайет выиграл. С Муном, Махнатый говорит, а вот с Муном я что-то не помню. А, да, с Муном точно были. Правильно, правильно. Ну, там были... Была вариативность. Дима Козел, там Патма еще была на старте. С Муном были еще игр, да, точно. Поехали. Ну, какое хорошее место для Виспа, смотрите. Все видит, но только Архмак может его оттуда достать. А он прям на базе находится. Так, давайте потеши сделаю, по крайней мере... Чуть-чуть еще комментаторов потеши. Потому что начинаю прислушиваться невольно к ним, и все. И... И начинаю слушать и не комментировать. О, кстати, отправил миху. Ромео, спасибо тебе. Я чувствую, я чувствую... Ну, немножко... Ну, можно было получше. Ну, можно было получше вписать меня в этот антураж. Я был бы уже поплотнее. 10 килограмм все-таки набрал. Непонятно, правда, куда. Хотя знаю. Свой голос можешь сделать погромче. Легко! Но не будем. Когти выпадают Терраблейду. Блин, Терраблейду. Это одно из имен Демон Хантера. А Терраблейд, это же еще герой из Доты, который в оригинале был сделан из ульты Демон Хантера. То есть, Дота настолько плагиатная и убогая игра, что даже имя героя заимствовали из имени одного из там шести стандартного героя, из которого... Из части которого был сделан полноценный другой герой. Господи. Почему люди играют в такую хрень? Что PUBG, что Дота. Ладно, не будем. Надеюсь, у нас нет в чате Дотеров. Напишите просто, если вас... Ну, просто чтобы... Я понял, что не надо было так агрессивно, что не надо было оскорблять. Вот. Напишите, если вы играете в Доту, и вам не это самое неприятное. Там минус два футмена. Осуждаю. Так, хорошо. Вот те, кто написали «Осуждаю», пожалуйста, это была проверка на Дотеров, надо их забанить просто. И Кейка тоже забаньте. Есть, отлично. Хорошо, что модераторы на страже. Ой, как классно, классно. Сейчас все избавим, избавим. Хотя бы частично. Вроде как Харас идет со стороны инфи, да? А вроде... Ну, сейчас первый висп диспелится. Да, Хантерс Холл с задержками в Хантерс Холле, это, конечно... Это, конечно, не очень хорошо. Буду играть, пишет Хавка, матч с тяж в игровой зоне, слишком большие задержки. А-а-а, поэтому и без сцены. Их матч должен был быть на сцене. Я хотел посмотреть на Хошка. О-о-о! Что? Прямо с ополченцами? Нет, он, скорее всего, хочет просто в центре немножечко покуковать. Да, там всего два ополченца. Да все нормально. Он так же сейчас второго героя дождется и тыкнет в нагу, и все. Какие проблемы? Прямо драматизирует опять Back to Warcraft. Ты не подходи просто ближе. Все, арчи отступили, если что. Тут, не знаю, ситуация для инфи была такая более-менее патовая. То есть, ну а что ты сделаешь? Ночь еще работает, просветки у тебя нет, Демон Хантера ты не догонишь. Мешаешь взять второго героя по таймингу, ну и что? Сам все равно не крепишься. То есть, ну... Драматизирует, коллеги, драматизирует. Подрезал двух рабов, это приятно. Первая сурочка пошла. Да... А вот это уже неприятно, потому что лорницу придется отменить. И еще минус телепорт, еще минус второй висп. Да, вообще тут лучше, конечно, тыкать в нагу или в вархмага. Ну, потому что футмены слишком хорошо поглощают дамаг. Блин, какой харасс прекрасный от инфи. Еще минус висп падает, еще минус лорница будет. Это почти гарантированный уже рифлопуш нормальный. Да, с другой стороны он где-то трех футов отдать успел. И, соответственно, Димка третий. 31. Сейчас еще Берн и парочку он проводит, скорее всего, вторыми Бернами нагу. Вот, но там же, кроме арчей, долгое время вообще никого не будет. Там будут поздние лорницы и проблемы с лесом. Дикие проблемы с лесом в теории должны быть. Сейчас посмотрим. Протектор. Пока что одна... А, нет, две лорницы. Нет, нормально. Нет, все правильно. Такая активность от инфи, она как бы раскрывает рифлопуш просто. То есть, если вот так отчаянно человек почти любой ценой хочет отложить появление лорницы, значит, он не собирается в лейт играть. Значит, это что-то тайминговое. Ну, а что может быть таймингового такого у Альянса? Поэтому на протектор... Ох, добил еще самостоятельно. Этот гнол достался. А вот последний кому интересно. Уже хорошо зонит. Отличный, отличный Берн. Нага абсолютно пустая. Но добивает все-таки инфью. Идет пушить. Два когтя. Да, опасная нага. Плюс 12. И скорость атаки. Двойной лвл ап. 3-2. Но там должны... Должны быть уже первые медведи. И грейт на медведя потихонечку делается. Несмотря на хороших раз, все равно не было серьезных проблем с лесом. То есть у него было 140 на руках, на половине Т3. При том, что две лорницы были готовы. То есть будет легкая недосдача. Но... Не надо ломиться. А, он при 100 хочет отстрелить. И две дриады делает даже. Ну, хотя да, там третий архмак стоит потратиться. Протектор здесь должен очень хорошо зайти. Единственное, что не хватает виспов на починке протектора. Не хватает диспела на втором элементаре. Да. Хороший бёрн и 5 на 85. С одной стороны, туреточка может доделаться. Но она... Соленова. Еще один лвл ап. Стоп. А, да, да, да. Все правильно. Там же нага. Апплос с архмагом. Это у другого товарища. Да, магазин делает арбу. Очень битая сорочка. Надо штурману по-хорошему справа арчами убить делающуюся базу. Ну, и нычку, точнее. Да, вот если... Очень грамотно. Он выиграл себе еще где-то полминутки. Классно. Даже пофиг, что не добил. Да, арчи немножко про это самое промахивались. С первым риджом надо выходить. Димка тогда сможет танковать нормально. Возможно, вторую вышку попробовать отменить. Хорошее место для вышек. Я, на самом деле, и не знал, что вот именно в этом месте возвышение. Минус райфл. Надо левую вышку бить правильно. Вон, мисс, мисс. 24% мисс. Снова отменил вышку. Потерял, правда, дриадку. Мисс, 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 мисс. Красиво. Очень грамотное место для вышек. Какой хороший пуш с одной стороны. Протектор уже столько настрелял. Но время работает не на инфи. Я думаю, что здесь не пробить уже. Да, есть магическая вышка, но как дальше-то быть? Сейчас, соответственно, арба... Что? А как она умерла? Опять ВСП возвращаются. Рифлы стараются. Протектор пытается убить. Как же протектор тащит-то? Он столько дамага поглотил. И столько урона уже на дистанции нанес. Ой, козочку, козочку. Дриада с автокастом выходит. Естественно, снять слоу. Дико недоконтраливает. Минус Дима, это ГГ. Не, ну... Ла Лайт реально недоконтраливает в некоторых моментах. Он отдал почему-то Нагу, которая была уже под магазином. Кстати, медведей совсем не было. И, соответственно, не было Реджува. Ла Лайт довольный. Он знаешь вообще, что проиграл? Нет? А инфи выглядит, как будто слил. Ничего не понятно по лицам этих прогеймеров. Миша недооценивает помощь Тиаши, а инфи мне в голову тоже заносит бредовые мысли. Дождешься за баню. Да, видимо, те жертвы, которые инфи... И вроде как грамотно подстроился. Опять же, вложение в протектор было прям очень классное. Столько он напоглощал. Там же и броня, и фортификейт армор. Это же все урон, который входит, который вычинивается. И плюс еще он там с руки по сракету бьет. Ну, смотря по кому. Опачки, здрасте. Так, друзья, кто знает комментатор, что слева? Она играет в Warcraft? За кого? Сознанием дело кивает. Ладно. Вот там показывают. Добивает элементария, почти третий Димка. Осталось совсем немножко. Да, ну, он отменил Хантер Сколл. Он несколько виспов убил. Но, тем не менее... Может, там с запасом были виспы? Потому что вот эти вот потери многочисленные... Опасно, опасно. Я-то не понял, как-то Марча умерла вообще. Вон, дрядка вышла. Отдиспейлила Арча, молодец. Нам не показали, как Нага умерла. Здесь Димон Хантер заблочили. Дрядки слева. Он решил, что ему проще справа пробежать. Недоконтроль, недоконтроль, недоконтроль. У нее слезы блестели, или она недобровольна. Да, у нее там попкорн говорили в головах, в волосах. И глазки блестели. Рустамчик спрашивает, сегодня до какой стадии турнир? Сегодня пройдет треть. Завтра-послезавтра, соответственно, продолжение групповой стадии и плей-офф. Ла-Лайт довольный, улыбается. Улыбается. Всем, кто недавно присоединился. С одной стороны, хорошо, что вы не встали в 5 утра, или пораньше. С другой стороны, вы пропустили, по крайней мере, интересные игры инфи с Хавком. Портики я не умею играть в Оркетт. Бак, говорит инфи. Понятно. Я, кстати, пропустил этот мем с «Боюсь, вам не стоит заниматься юмором». Встречал его пару раз, но... Есть у нас мемологи. Кто сможет четко объяснить или дать ссылку на оригинал. Дыйומר, что мы появились на Орденке. Because его высоко посвящая музыка. Ты не можешь обучать на Орденке? Это огромный мем. Это может быть достаточно простите на Орденке для Ордена. Ты не можешь играть на Орденке и прощения в области? АМ? Конечно же не с МК. И если ты играет МК против Ордена, это не может быть трудным. Нейко нет. МК Surely не может быть еще раз играть на области двумейцы. Ты слышишь, что Орлайт очень страшно о ее Мунтаники. Значит, пальто, анимешник, прости господи. Такое шоу победители берут в каменде Клап, надо размешать трех судей. И, собственно, это одна из фраз, с мартира-сценным неудачником. Понятно. Поехали. Лалай это как-то совсем не заботит. Ну, тот сценарий, который в прошлый раз по игре произошел. То есть вот это вот легкое отношение к происходящему. Странно, почему так. Может, он не рассчитывал, в принципе, на победу на той карте. ЛКГ, привет. По сути, это вот оставшиеся фавориты. То есть... Лалайт Мун, два корейца. Тиаш Инфи, два китайца. В эту компашку уже неплохо вписывается Хавк, потому что он одолел Инфи, по крайней мере. То есть, в принципе, при прочих равных вместо Инфи будет Хавк. Если он просто обыграет всех остальных, ну, оставшихся там... Хантера он обыграл. Соответственно, Сайда нужно выиграть тоже. И все отлично уже будет. Вот. Да, Варданочек. Вполне ожидаемо. Ребята, где сейчас Варкрафт играет Европу, что-то ностальгия вахла, чтобы повтыкать в варик? На Европе. Европейский сервер. В преддверии выхода рефоржа можно, если у тебя даже ключи там забыты, потерянные, взять Варкрафт снова, купить на сайте. И... А, нет, предзаказать рефорж тогда. И тогда тебе дадут текущий Варкрафт Рок и Фрозентрон. Насколько я понимаю, как-то так оно работает. Кажется, сейчас уже нет возможности купить отдельно там Рок или ТФТ. Можно предзаказать просто рефорж. Вот, и вперед. Поэтому, я не знаю сколько. Я, наверное, раз пять уже покупал Варкрафт, если честно. В разные времена. Короче, нужна большая мана из этого Огра. И уже будет нормальный старт. Подходит. Очень агрессивный, кстати, эксп. Неужели ради одного этого будет... Да, будет добивать. Жалко. Жалко. Пароль забываешь. Да нет, например, там приехали на Игромир, шоу-мачи какие-то, а ключ быстро не найти. Или там, ну, на месте нет просто у организаторов. Последний раз я брал на Стримфесте ключ под шоу-мач. А предпоследний предзаказал рефорж. Ну, и наверняка Джеуэлла брал урок ТФТ в юность. Да, это С-тир, но она А-тир, по-своему. Электан говорит, позавчера купил варик после стримов, в частности, Победы Хэппи, решил вернуться в любимую игру. Е-е-ей! Игра реально хорошая. То есть она сложная, тяжелая, блин. Особенно в соревновательном моменте, но очень красивая. Что будет... Не достал. Не достал. Слишком дорого на такой стадии сейчас покупать. Варданка прибегает на эксп. Угу. И немножко... Немножко хаоса добавляет в... Высасывает ману. Минус второй рабочий, минус третий рабочий. Она не выйдет, да? Ой, блин. Ну... Последний, последний нажим. Надо... Да. Нет. Не достал, не достал, не достал. А сейчас уже рискованно. Можно без ТП остаться здесь. Нет, там уже есть на блин. Красиво. Красиво. Раз и добил. Минус пять рабов. А зачем ты сюда вернулся? Ну, рабочий по таймингу классный приходит. Третий Вардан. Третий. Арчи молодцы, крепится в Соленова. Красиво. Ну, вообще Вардан это герой, который требует очень много внимания. Который с несколько другим стилем, нежели чем все остальное, что есть. Ну, то есть, Димка тоже, конечно, в Харасе, но Вардан еще больше в Харасе, еще больше в Хиракиле, еще больше в убийстве, в доставании, короче, экспанда. Вот, и требует, требует больше внимания к себе. Но Ла 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 это ее любит. Оооо. А не факт, что там не второй ножик по 150. Сейчас уже стадия другая. Он может быть даже... Сейчас увидим. Может быть, он даже не вкачал пока еще. А, блин, какой ножик. Там же Блинк уже был. Я дурак. Уже забываю, что было полминуты назад. Привык просто играть через ножи и Даггер, и Блинк игнорюм. Так. Да, второй герой. Второй герой. Будет. Все, там Димка, что ли? Ай, Арчи пытались заблочить, не получилось. В смысле, а он... А от чего они решили, что там будет нейтральный герой? Почему они решили, что не Соло Варден? Мы там не так давно разобрались, что 15-30% получает, соответственно, Варден бонус нового... Ооо, ботинок, ботинок, правильно. Нет, скорее всего, Соло Варден в такой ситуации будет. Ооо, красиво. Да, конечно. Да, шпппп. Не доконтролил. Да не Инфи Сейпс, а Ла Лайт не доконтроливает. Много времени потратил. А Инфи продолжает футменов клепать. Не, все-таки Панда второй герой. Как интересно, они поняли до... Может, специально посланный какой-то висп к таверне? Тут даты-два, естественно, еще очень долго. Посмотрим. Хорошо, Варден продолжает давить. О, почти добил элементарий, видели? Да, пытался. Пытался. Даже за попытку стоит отдать ему должное. Арча умрет от... От Хускара. Надо передать когти, конечно, по возможности. Она специально бежает для того, чтобы... Что это? Нет, что-то... Что? Там Эреген был мимо. Блинканулся, ни по кому вообще не попал. Ладно, там, может, догоняющий экспо будет поставлен. Панда крепится спокойно. Не хватает персоналочки какой-нибудь для того, чтобы... Ну, понимаете. Панда-аркадниц. Цвиток вынужден купить для того, чтобы отсюда уйти вообще живым. Не факт, что уйдет. Инвул? А как насчет того, чтобы и Инвул потратить, и Свиток потратить? Не, надо просто отступать. Я не знаю, зачем продолжает сражаться здесь. То есть Свиток, понятно, юзнет. Но стоило сейчас его использовать. Да, пошел. Переключаются на рифла. Все правильно. Ну, тут нет смысла стрелять по... Ой, ножи, дыхание. Шикарно. Да. Красивая четвертая варденка. Отконтраливает рядку еще, спасает ее. А, там Панда уже третья. Это же, да, это же минус Тильфорд. Минус, правда, Арча. Ну, тут умерло, на самом деле, три... Две Арчи? Две Арчи. Максимум три. Ну, скорее всего, там футмены просто поумирали. Мне кажется, две Арчи и все. Да, пришлось потратить деньги на Свиток. Пришлось потратить деньги на Инвул. Ставится эксп, как вы видите. Третья Панда, четвертая варденка. Блинк. Блочит, молодец. Сейчас еще... Или не будет. Вот не добил Мурлока, придется сейчас списываться за эту дриаду. Дыхание неплохое, лечение... Частично контрит, кстати, вот эту связочку, потому что... Ну, даже на первом уровне он восстанавливает больше, чем любой из... АОЕшных спулов. Разве что Близзард, наверное, сопоставим. Но там другая история. Т3. МГ. МГ. Сейчас просто из-за такого контактного в МГ не очень хочется идти, просто потому что... Ну, ты вообще пустой. Тебе все мануэлы пустые, как лечить героев после таких разменов, не совсем понятно. Но делать мишек только для того, чтобы как... в качестве проходных юнитов, чтобы лечить героев, наверное, тоже неправильно. Лучше, наверное, сделать с запасом мануэлы. Сделать грейд. О, и какой свиток неплохой. Циклон! Красиво! Он хотел, соответственно, дыхнуть и сделать ножи, но... Ну, просто не дали. Просто не дали. Так. Сейчас там У70 уже, кстати, у Инфи. Ничка только-только начинает работать. Там свиток перекупить, пробуй, ед. Мне показывают. Циклон. Циклон. И... Блин, как же грамотно. Вот это очень хорошо. На карте один магазин, понимаете? И... Все, что можно... Там, кстати, подрезали мортиру, с тыла забежали пацаны. Единственное, нормальный контракт такой вот связочки к ножам, к дыханию. Это свитки. Свитки, свитки, свитки. И чтобы не рандомить вот эти вот 50 на 50 процентов, кто быстрее проткнет. Да, 70 лимитом. Не, надо за экспант, естественно, сражаться. Опасный момент. Очень опасный момент. Ну, покажите, там сейчас, скорее всего, Эльф будет лезть. Да, снизу нам не показывают. Поехали. Дыхание. Протекшн. Нужны виспы. Да, минус экс. Г-г. Г-г. Интересно, Ла Лайт будет так же улыбаться после... Вот видите, проблема, о которой говорил. У тебя есть МГ, но у тебя битые герои. Ты не можешь сражаться просто... У них сейчас было бы 2-3 медведя и здоровые герои. Вот фиг знает, что-то в лучшем. Даже, может, больше учитывая, что там третий этот делает сам МГ уже. Они-то подороже, медведи будут. На 200 голды каждый. Да. Без экспанда крайне сложно. Ножи, дыхание, лечение шикарное. Даже свиток не надо использовать. Смотрите, как нейтрализует. Вот после следующей связки наверное пойдет свиток. Хотя и то не факт. Смотрите, как заливает прекрасно. Свиток. Только один прист умирает после второй связки. Да. Вот это да. Да. И главной перспективы вообще никаких нет. То есть, если в криппинг, если в лейд, ну, качай алхимика с приоритетом на лечение также. Лечение, свиток лечения пошел. Врывается. Арифла убивает. Пошел контроль дирижаблем. Тут позиция очень плохая, кстати, для инфи. И отсутствие потребности в сражении как такового. А, тем более архмак у него битый. Да, тут спокойно просто уходишь. Уходишь. Лечишься. Закупаешься. 80 лимита. 80 лимита. Понимаете? Там где-то 63. 57. Вообще. И нет экспанда. Два амулета. 600 ман у алхимика. Ох, классно. Очень классный алхимик. У него, конечно, помните, лечение еще сделали похуже в последнем патче. Что КД... Ну, добавили какой-то КД, короче. Раньше он мог лечить нон-стоп. Сейчас у него то ли секунда, то ли две после полного лечения. Ну, короче, он не может лечить нон-стоп. И не может лечить, например, сразу после того, как ему законтрили первое лечение. Ну, там, сетки, например, перебили, ченнелин каким-то макаром. Вот, какой-то КД ему добавили. Какой-то точно я, к сожалению, не помню. Ну, там, третий алхимик. Отличная аура. Да. Тут лишний только с... Этот... Lighting Shield. Валет сливает. Валет вообще изи сливает. Напишите хавку, что валет при нормальной игре вообще изи. Вообще, надо пересмотреть игры. Выспалась, да? Стыдно тебе? Так, ну и идет штурм базы инфи. Мне ничего не нужно, все есть. Пошли виспы, отчаянные виспы. Пока он будет возвращаться пешкарусом, у него разрушают два мунвелла. Опять же, без потребности в сражении. Варден пятая. Да? Нет, нет, не окей. Какие, какие вообще... Так, из... Из такой... Ну нет тут вариантов вообще на победу. Ну нет. Поняс... Ну правда, мортиры танкуют зря. Да, пошел лечить. Подконтраливает. Смотрите, как мортирок. Правильно, правильно. В тыл их, в тыл их себе. Банда очень битая. Алхимик вырвался вперед. Хорошая связочка. Ничего страшного. 62 лимита. Варден еле живая. Да нет, у нее есть мана чего-то. Ну, опять начинает паниковать на ровном месте. Просто изи 2-0 для инфи. Еле живой алхимик, правда. Ну и... Ну и пусть. Ну и какая разница? 50 лимита опять на эти 80 сейчас. 75-80. Спокойно Т3. Спокойно Грейды. Напомню, что он при этом при всем не обязан был там драться. У него по-прежнему плюс одна база. Он уничтожил два Мунвела. Там такие проблемы колоссальные. Пустые Мунвеллы после этой атаки. Битые Маутен Джайанты. Все очень, очень плохо. То есть, ну это... Тут можно вытащить, если инфи начнет отдаваться просто раз за разом. Ему пару сражений нужно капитально проиграть. Но он вообще не собирается. Он наоборот там контролит, с дирижаблями, все как надо. Оп. Видите, что творит? И он хочет закупить там свитки, видимо, перекупить. Ай, вот это опасно. Такой он не подлечил, правда, этим... Ну-о-о! Ну зачем ты это сделал? Да, он не высадил, соответственно, Алхимика из... Ой, ну вот начинается. И сейчас, главное, появится, появится интрига. Ну куда вы... Ну что вы делаете? Ааа, Outstanding Move. Ой! Ой, сначала на пофиг там Алхимиком танковал. Архмагом до конца закупался. Накупил этот свиток. Окей. Пришел. Спас Алхимика. Но не высадил его. Соответственно, 150 хила от свитка прошло в молоко. Но потом высадил. Как раз под Варден. Да, давай еще шестой левел получим. Еще ультимейт получим. Вообще классно будет. Ладно, давайте. Гипотетически шансы есть. Они увеличились после предыдущего сражения. По-прежнему. По-прежнему. Их крайне мало. Вот. Но такая кормежка, она реально может привести к ультимейтам. Ультимейт это не просто плюс левел. Это... Блин, там еще пятая панды. Серьезно. Ох. А больше, чем одного магазина со свитками-то не будет. Сейчас надо добавлять каких-нибудь коней или даже брякеров. Может даже третьего Маутон Кинга какого-нибудь взять. Потому что вообще непонятно, как останавливать 6-5. Какой дамаг по Магнотауру. Смотрите. Личейн. Где дыхание? Мог добить дыханием. Какое дыхание. Вы видите? Просто. Варден врывается. Слушайте, он перевернет эту игру. Он перевернет игру эту. Он перевернет ее, судя по всему. Если... Ну, динамика по... Мы не покупаем инвулу, мы не покупаем свитки. Жёёёст. Проблема в том, что... 6-5. 6-5. Ну, не 6 еще, там 5 с половиной, но... То, что будет 6, это уже почти нет никаких сомнений. Что лимиты такие, что должно быть 6. Перекупает свитки грамотно, чтобы не досталось врагу. Да, опять же, битая панда. Но, в принципе, 5-ая панда, 5-ая Варден для армии такого типа. То есть, это не кони, не грифоны, это рефлокастеры с мортирами. И там ни одного свитка, кажется, нет. Свиток, кстати, сейчас новый появится утром. Да-да-да, это правильно. Правильно-правильно. Ну, потому что тут без свитка вообще не победить уже. То есть, тебя задолбают вот этими... Этой связкой. То есть, либо ты делаешь жирных юнитов, стафами и всё это... Вот, смотри, что творит. Варденка вырывается. Почему не синхронно? Почему панда чё знает где? Вины пары дыху-ху-ху. Нет, дыхание с капом. Ощущается, ощущается. Недостаток. Минус дриатки. Телепорт. О-о-о-о. А сколько в Арнандо 6-го осталось? Не так. Не так. Много и умерли. 5 хп у Маутен Джайанта. Он умер, кажется. Он умер от кислоты, МГ. Развалился от кислоты. Инфи ставит вышки справа. Да мейн скоро закончится уже. Блин, а игра такая... Может быть, и стоит тоже кричать, как это самое, потому что, ну, мало ли что может в игре. Минус мортира. Архмак опять. Еле живой. Инвул. Инвул. Таунты пошли. У Панды на одно дыхание, кстати. У Варнен на одни ножи. Но Архмаку этого хватит, кстати. Это минус Архмак же. Да, правильно делает. Что, дыхание такое? На пофиг. Что? То есть, в конце концов, мы же не знаем, насколько... Ну, то есть, как будет ошибаться, не ошибаться. О-о-о-о. Минус райфл. Два рифла. Почти шестая парден. И он все это делает с одной базы, понимаете? С одной базы. Господи. Паладин МК третьим был бы полезнее, чем два любых юнита в аналогичной стоимости лимита. Да, заканчивается шахта. На самом деле, Ла-Ла это особо не нужна. Это прям база. Ее и захарасить можно. Изи. О-о-о, это шестой добрый день. Ё-моё. Взрывоопасная дама, Моварден. Если Дарко взять. Дарко вообще ничего не сделает. Ну, то есть, тебе нужно не ради Сала это все. То есть, там есть... Ну, во-первых, не попадешь. По Варден ты гарантированно не попадешь. Она инициирует, делает блинк. Ты можешь попасть только по панде. Вот. Но у нее КД с пылов, кажется, 12 секунд. У тебя Сала работает на первом уровне. Кажется, 6.8.10 у нее, типа, в этом-в этом. То есть, она все равно будет кидать, несмотря на... Несмотря на твое Сала. То есть, рано или поздно она будет кидать просто. Ну что, надо ультимейт делать. 50 лимита. 50 лимита. Понеслась. В мортиры. А где ульта? А где ульта? Да, там все пьяное. Да, пошел Аватар. Пошел Аватар. Ну все, удачи, короче. Неубиваемый Spirit of Vengeance. Еще падают, падают, падают. Престы. Господи. Вот это игра. Надо ульту доконтраливать было. Блин. Не-не-не-не-не-не-нет, конечно, не надо. Как там панда? Маны не хватает в Орденке. Она пытается... Сейчас панда должна ману восстановить, потому что ночь. Там все должно быть хорошо. И надо запрыгивать вот в этих рабов. Хотя, блин, тут магическая вышка. Да, так и есть. Ну не туда, блин, падает. Прыгает в Орден. Тут ультимейт должен быть с другой стороны, понимаете? Сейчас продавить могут. Такое количество трупов и все зря, понимаете? Все зря. Дыхание прекрасное. Целое кладбище из рабочих. Рабы все практически падают. Ё-моё. Да. Где же ульта там? Ульта не с той стороны. То есть, возможно, стоило... Да, запрыгивает в Орден. Красивая игра. Красивая, безусловно. Максимум из Ворденки и Панды выжил Ла Лаят. Но на толку нет. Да, ГГ. Ну, просто нет возможности. Разве что Панда, получающая 6-й уровень на Ультимейте каким-то Макаром, врывается, но нет, слишком серьезные потери. Вот проблема была в Avatar Vengeance Если бы сейчас вот из этих трупов повызывались неуязвимые Неуязвимых 6 штук вот этих вот, как там, Spirit of Vengeance Была бы совсем другая история То есть он бы отбился, если бы Avatar Vengeance был бы вот здесь вот на мейне И паладин выходит, молодец Да, ну это отчаянный уже поступок, ГГ пишем, выходим Ну что, будет ли Ла Лайт улыбаться? У Инфи такое же выражение лица, какое и было Не, я уже так... Немножко озадачен Ла Лайт Неплохо Спейл пишет паладин, как полиция в фильмах приехала к концу заморожки, да-да-да То есть там уже столько было Т3 уже Инерфаер в третьем сражении Как бы при нормальном контроле, ну это то есть если тебе хватает внимания Герой должен выходить, ну заказываться сразу после наступления тира Потому что герой это один из самых, ну какой не возьми герой там в данном случае МК был бы полезнее, чем пара юнитов Паладин был бы полезней Хотя бы Архмак не телепортировался так часто бы Помните, когда я угрожал ему постоянно? Вот То есть по соотношению цена-качество Это уже мега полезный юнит сам по себе То есть ты вот за эти 500, ой за 425 голды получаешь не полтора рифла Ну ладно, не двух рифлов, не рифла и приста А человека, который там 4 раза тебе по 200 хп подлечит Плюс там еще побегает что-то, потанкует какое-то количество времени Вот Но паладин, да Ну и МК тоже был бы полезен Потому что та же самая панда, которая Ну хотя нет, наверное МК менее полезен Можно было после блинка вардин закидывать молоток, чтобы она постояла, повпитывала урона Она это вообще не любит Сам по себе молоток наносит урон Потом станчик, а рифлой тоже довольно больно бьют, особенно под нерфаером Да, наверное и тот и другой герой одинаково полезны Ну классная серия То есть интрига была добавлена все-таки в последний решающий матч Хотя казалось бы, разница по лимиту колоссальная 50 лимита на 80 Все Но тем не менее Тем не менее шансы были Так, я локальная запись стопаю Ждем хавка